друзья привет сегодня готовим вкусный заливной пирог с капустой и яйцами обратите внимание на тесто это то тесто для заливных пирогов которые после выпечки будет пышным и ни в коем случае не клёклым и всегда и у всех она получается с первого раза и так готовим на раскаленную сковору добавляем немного растительного масла выкладываем и обжариваем лук нарезанные полукольцами затем добавляем морковь натертую на крупной терке и также обжариваем совсем немного пока масло не окрасится в цвет моркови затем добавляем мелко нашинкованную капусту около 600 700 грамм хорошо перемешиваем добавляем соль черный перец можно добавить ваши любимые специи снова перемешиваем и тушим до мягкости капусты у меня молодая капуста поэтому мне потребовалось буквально три минутки затем выключаем огонь добавляем укроп перемешиваем и оставляем остывать нашу начинку теперь приготовим тесто берем 3 яйца добавляем соль взбалтываем венчиком теперь добавляем майонез и сметану если нет майонеза то можно добавить только одну сметану хорошо перемешиваем венчиком продукты до объединения теперь всыпаем муку кукурузный крахмал и чайную ложку разрыхлителя хорошо перемешиваем венчиком до однородности тесто должно получиться не очень жидким но и не очень густым вот такой консистенции отставляем тесто в сторону теперь берем форму смазываем ее хорошо растительным маслом и выкладываем половину нашего теста разравниваем его по дну формы начинка наша уже остыла до теплого состояния выкладываем ее на тесто вилкой аккуратно не прижимая чтобы капуста вся не опустилась в тесто заранее отваренные яйца мы измельчаем и также выкладываем сверху на капусту слегка разравниваем и выкладываем наши оставшиеся тесто если потребуется аккуратно разравниваем его лопаткой по поверхности пирога чтобы он был полностью покрытым и далее кунжутом присыпаем сверху ставим выпекаться на 180 градусов на 45-50 минут посмотрите как он хорошо поднялся подрумянился вот такой пышный получился а я пирог сразу подаю к столу не жду пока он остынет разрезаем сейчас покажу какой получился внутри как и обещала посмотрите тесто здесь воздушное добавляем немного масла сливочного для нежного вкуса и можно пробовать обратите внимание какое воздушное пушистое тесто вот посмотрите просто шикарное она очень вкусно и просто нежнейшие друзья желаю вам приятного аппетита и готовьте в удовольствие